Друзья, всем привет! И для кого не секрет, что пэды это самое уязвимое место на миди-клавиатурах. Даже на новых они не всегда работают очень хорошо. Что ж, сегодня будем совершенствовать пэды на моей миди-клаве АКАЯ Профессионал МПК-25. Что ж, для этого мы сначала, конечно, должны разобрать клавиатуру. Вот я уже сделал. Открыть пад-панель и вытащить оттуда вот эту штучку. Она там стоит. Мы ее вытаскиваем и для того, чтобы все сделать, нам понадобится камера от велосипеда, линейка, ручка и ножницы. Что ж, что мы делаем? Мы разрезаем нашу покрышку на такие лоскуточки. Дальше делаем один пробный падик, который четко встает сюда и на основе него вырезаем ровно 12 таких штучек. Ну, как вы понимаете, я все это уже сделал. Вот они у меня лежат. Что ж, дальше нам нужно всего лишь установить их вот сюда. А это был я. Всем привет. Да, установить их вот сюда. После того, как мы все это сделали, мы должны будем этот пад положить на место. Аккуратненько приподнимаем. Там есть шлейф, чтобы его ни в коем случае не повредить. и ставим сюда на место этот самый падик. Вот мы наконец-то ставили его на место и теперь нужно выключить четыре мультика, которые держат этот панель. нужно обратно обратно собрать нашу поэтому что ж, пойдемте проверять. Нам выключаем нашу клавочку. Она у нас работает. Сразу прессим Studio One. Смотрите, как она четко елика, ели, стучан. Обычно по ним надо толпить. А здесь ну что ж, друзья. Как видите, вот таким образом буквально там сколько мы потратили? Мы потратили полчаса времени и 20 сомон стоит камера для велосипеда и мы обновили нашу пэд-панель и она теперь работает ну прямо супер чувствительно. Что ж, вот это сегодня я хотел вам рассказать. Этим хотел с вами поделиться. Всем привет! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok